СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. На часах 12.06. Это программа «Мужской понедельник». Мы снова в эфире. Николай Голиков и Владимир Сметалин. Всем хорошего дня, желаемый удачного старта, новой рабочей недели. Мы анонсировали визит к нам у Александра Зорина, исполняющего обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. По последним данным он сейчас продвигается ближе к нашей студии. Но перед тем, как мы с ним будем разговаривать, мы хотим затронуть тему предстоящих выборов, губернаторских выборов. Не только губернаторские выборы в городскую думу точно так же, потому что они ждут параллельно. И все партии у нас, так сказать, работают параллельно в этом направлении. Накануне мы узнали о том, что справедливо Россы вот-вот должны принять решение о том, что будет ли о них кандидат участвовать в ближайших губернаторских выборах, либо не будет участвовать в голосовании. Ну вот на сегодняшний момент, что касается представителей именно политических партий, то на сегодняшний день уже от «Единой России», как известно, выдвинут Игорь Васильев, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области от ЛДПР, официально выдвинут Кирилл Черкасов. Что касается коммунистов, Сергей Павлинович должен в ближайшее время... Сергей Павлинович, да, он рекомендован к выдвижению своей партии. Да, и хочется знать, что же, собственно, будут делать справедливо Россы. И у нас сейчас на телефонной связи... Сергей Александрович, да, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Сергей Александрович, добрый день. Да, доброе утро. Да, добрый день. Добрый день, да, рады вас слышать. Вот хочется знать решение справедливо Россов. Будет ли кто-то участвовать в ближайших губернаторских выборах, либо нет? Ну, вы знаете, мы на сегодняшний день приняли решение о том, что не будем выставлять нашего кандидата на губернаторских выборах, а будем в большей степени сосредоточены на выборах в городскую думу. Позицию, наверное, я могу в двух словах пояснить. Да, почему все? Да, если это, на самом деле, очень интересно. Ну, на мой взгляд, во-первых, я думаю, что зря политические партии оппозиционные отказались от идеи выдвижения единого кандидата. К сожалению, вот на сегодняшний день не можем мы ни с коммунистами, ни с ЛДПР объединить свои усилия. Я считаю, что это было бы правильно в сегодняшней ситуации. Ну, и, наверное, основным, то, что повлияло на наше решение, я считаю, что, к сожалению, к огромному сожалению, выборы губернаторские, они, это не только касаемо нашего региона вообще, они превратились в профанацию с заведомо понятным и прогнозируемым результатом. Поэтому мы приняли решение не выставлять свою кандидатуру. То есть, либо единый кандидат, либо вообще никак, да? То есть, получается, да. Сергей Александрович, а по городской думе как у вас вот идет процесс? По городской думе у нас на сегодняшний день сформированы практически все одномандатные округа. То есть, вы все округа закроете, да? Мы все округа будем закрывать, мы будем выдвигать своих кандидатов. Я думаю, что список у нас достаточно интересный и одномандатные округа, и кандидаты будут достаточно сильные. Здесь мы попробуем побороться. Но, опять же, в сегодняшней ситуации, понимая, что это делать все с каждым годом сложнее и сложнее, и вот этот пресловутый административный ресурс, он, конечно же, перекрывает любые возможности и все больше и больше делает выборы определенной профанацией здесь. И муниципальные тоже, да? Ну, конечно, да. Позвольте я еще все-таки вернусь к губернаторским выборам. Сергей Александрович, про единого кандидата, да, вы упомянули. А у вас было какое-то предложение конкретное по персоне, по единому кандидату? — Предложение было у нас, и мы хотели выдвинуть единого кандидата, обсудить эти вопросы. Но, к сожалению, еще раз повторюсь, ни одна из оппозиционных партий интереса не предъявила к данной позиции. — Нет, я имею в виду конкретный человек? Вы хотели предложить? — Конкретного человека, да, можно было. Мы готовы были обсудить единого кандидата и от КПРФ, и от ЛДПР, и от нашей политической партии. — А от «Справедливой России» кто-то планировался, единый кандидат, ну, на уровне каких-то разговоров? — У нас было три кандидата, которых мы готовы были предложить на обсуждение. — А можем озвучить фамилию? — Да, это Белоусов, депутат Государственной Думы от политической партии, от нашей, которая в регионе. Регион наш представляет сегодня. Это Василий Куприанович Сураев. Я считаю, что такая достаточно сильная фигура, и этот человек мог бы объединить вокруг себя все политические силы оппозиционные. Я думаю, что он составил бы серьезную конкуренцию к кандидату от партии власть, и моя кандидатура рассматривалась так же. — Ваша кандидатура, да? — Да. — Вы, перечисленные, ваши коллеги, собственно, согласны были единым-то кандидатам заявляться, если бы прочие партии тоже высказали бы? — Я думаю, что в этом случае был бы, наверное, интересный такой расклад. Вот повторюсь, в мое мнение, на сегодняшний день только единый кандидат мог бы составить конкуренцию существующему, значит, сегодня представителю партии власти. — Сергей Александрович, вот еще один вопрос. Ваше мнение хотелось бы услышать. Не так давно, собственно, ваш коллега по партии, депутат Кировской гордумы Алексей Кузьмин говорил о том, что он считает, что никто на предстоящих губернаторских выборов из кандидатов 50% не наберет. И поэтому состоится второй тур. — Ваша точка зрения. — Я не согласен. Я думаю, что, в принципе, результат достаточно прогнозируем, он понятен для меня. Вот конкретно для меня, я думаю, что победит представитель партии, имеющий большинство подавляющие сегодня во всех органах законодательной власти не только регионов, но и Российской Федерации. Поэтому... — Ну а у нас... — Потому что он наберет больше 50%. Это моя точка зрения и мой прогноз. — То есть у нас это, получается, временно исполняющая обязанность? — Ну да, абсолютно. — Спасибо, Сергей Доронин, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Итак, мы представляем нашего гостя, гостя нашего второго часа, Александра Зорин, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи нашего региона. Александр Владимирович, добрый день. — Коллеги, день добрый. — Здорово, что нашли время, что вырвались. Просто очень много информации, очень много новостей, связанных с вашей работой и с вашим ведомством. — Так это же самое мобильное ведомство, самое мобильное ведомство, у сюда много новостей. — Да, вот сейчас мы говорили про выборы, и позвольте поинтересоваться. МФЦ смогут принимать заявления от граждан на включение в избирательные списки? Об этом сообщили СМИ. О чем идет речь? Расскажите, пожалуйста. Потому что многофункциональные центры — это тоже ваша епархия. — Ваша епархия, да. — Ну да, хочу отметить, что, как вы знаете, основной задачей при создании сети МФЦ являлось решение проблемы шаговой доступности для граждан при получении любых госуслуг. И сейчас мы пришли к тому, что даже заявление на включение в список избирателей можно будет, собственно, с этим обратиться в МФЦ. По месту пребывания в настоящее время мы заключаем, планируем на этой неделе заключить соглашение с избирательной комиссией. И с 26 июля эта услуга будет предоставляться во всех центрах моей документы. На мой взгляд, абсолютно правильное решение. Оно отвечает интересам избирателей, заявителей. Ну, собственно говоря, при этом граждане будут получать все сервисы, которые они сегодня получают в МФЦ. Это уютно, комфортно, быстро, удобно. Можно записаться в любое время, которое им будет удобно. — То есть что получается? — Нет, вот я как раз хочу понять, услуга-то эта кому будет оказываться? — Это люди, которые оказались не на своем месте жительства. — То есть, например, условно говоря, проживают, но не зарегистрированные. — Да, то есть публикуются в списке, вы в этих списках себя не видите. И, соответственно, собственно говоря, обращается в МФЦ, пишите соответствующее заявление. Мы его передаем в избирательную комиссию, она принимает решение. — То есть чисто технически вы не видите никаких таких проблем? — Никаких проблем не вижу. — То есть фирма, по большому счету, принимает решение избирательной комиссии? — Да, конечно. — То есть это как удобный канал для решения? — Раньше граждане обращались в избирательную комиссию, а сейчас это будет в МФЦ. И, соответственно, удобный режим работы, шаговодоступность и так далее. — То есть записаться через интернет можно, да, на конкретное время удобное? — Да, абсолютно верно. — У нас подошло время небольшой паузы. Давайте немножко передохнем и продолжим. Морской понедельник. Наш гость Александр Зорин, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Немножко уже сказали про МФЦ. И давайте продолжим все-таки в этом направлении. Не стоит все на месте. У вас буквально там меняется все каждый день. Планы новые возникают. Итак, перспективы развития многофункциональных центров на территории нашего региона. — Смотрите, задача, которую сейчас мы перед собой ставим. Первое — это что касается текущей операционной деятельности. Мы уже в прошлое нашей с вами встречи говорили о том, что основной задачей, которую я вижу перед центральными документами, это то, что сеть МФЦ должна стать сетью качества оказания госуслуг. Она должна мониторить, контролировать качество оказания всех услуг на территории Кировской области. Без разницы, куда мы обратились, мы должны это видеть. Наша задача сегодня обеспечить право граждан на своевременное получение любой государственной муниципальной услуги, любого органа, при этом в те сроки, которые сегодня прописаны в административных регламентах. И в случае, если здесь происходит нарушение, принять меры для того, чтобы такая ситуация не повторялась. И здесь идет задача работы МФЦ совместно с органами власти по оптимизации действующих процедур. Ну, собственно, по разработке оптимальных моделей их предоставления. А давайте по конкретике все-таки, вот каким-то простым языком. Ну, понятно, да. Это что, это новые услуги или... Нет, смотрите, первое операционное действие, о чем мы говорим, контроль за качеством оказания госуслуг. То есть, собственно говоря, если в административном регламенте предусмотрено оказание услуги в течение 10 дней, она не должна предоставляться в течение 20 дней. Если нарушен срок, то, соответственно, соответственно, должностные лица должны быть, на мой взгляд, привлечены к соответствующей ответственности. Лица, которые принимают решение, должны понять, каковы причины, почему нарушаются соответствующие сроки. А это насколько распространено нарушение сроков? Ну, смотрите... Имеет место быть вообще? Я скажу сейчас следующее здесь. Что касается ситуации через МФЦ, подачи услуги, то здесь мы контролируем эту ситуацию. У нас в соответствующей информационной системе, а из МФЦ мы сроки оказания видим. И, соответственно, заблаговременно органы власти сообщаем о том, что срок подходит, и чтобы не было нарушений. И соответствующая информация приходит в личный кабинет заявителю. Что мы сейчас хотим, если получится уже в этом году это сделать, мы хотим принять соответствующий нормативный акт, соответствующий, с которым статусом вот нашей региональной информационной системы, одной из них, скорее всего, это будет система исполнения регламентов, мы наделим ее статусом, в соответствии, с которым органы власти Киевской области, органы местного самоуправления при предоставлении любой государственной или, соответственно, муниципальной услуги, обязаны будут заносить информацию о ней, об ее оказании в нашу единую информационную систему. Таким образом, центры мои документы получат возможность видеть и отслеживать предоставление услуги в любом органах власти, в любом поселении и так далее. И, соответственно, уже с ними индивидуальная работа. То есть, грубо говоря, мы будем защищать права граждан на свое время получения услуги в любом органе местного управления. А это на каком уровне нормативный акт должен быть принят? Акт Кировской области. Это уровень закона Кировской области или постановления правительства? Нет, постановление Кировской области. Это о системе исполнения регламентов. Мы планируем сегодня вот здесь дополнить соответствующими разделами. Ну, собственно говоря, на мой взгляд, точно такая ситуация есть по тем или иным причинам. Мы хотим, чтобы ее, собственно, принципиально не было. А с другой стороны, мы хотим еще, знаете, над чем это работает? У нас в достаточной мере уже работают достаточно популярные услуги в электронном виде. Мы хотим оптимизировать. То есть, грубо говоря, если услуга оказывается через МФЦ, если услуга оказывается в электронном виде, на наш взгляд, сегодня уже можно рассматривать возможность сокращения сроков оказания услуг. Как вы знаете, стандартно это 30 дней. Большинство услуг мы хотим их обосновать и сделать по самым наиболее востребованным, их сократить, ну, там, грубо говоря, там, создать явную полезность оказания, например, услуг через сайт, через портал госуслуг, например. Ну, грубо говоря, сократить время в два раза, например. Не 30 дней, а 15. 15, да? Да, ну, на мой взгляд, для этого возможности есть. Именно за счет того, что услуга оказывается в электронном виде? Да, да, да. Ну, и в МФЦ, соответственно, тоже образом. Мы снимаем нагрузку на прием с органов власти. И в настоящее время мы планируем за лето провести эту работу. Ну, это брать 10-15 услуг в виде теста, таким образом, по которым предложить и разработать уже сокращение времени их оказания. Это самые востребованные услуги, 10-15 услуги? Начнем с самых востребованных. Берем самые там муниципальные, региональные услуги. И, собственно, на их примере покажем, что это возможно. Ну, или невозможно. На наш взгляд, все-таки это возможно. А для примера, какие, Александр Иванович, самые востребованные услуги? Ну, начнем мы все равно услуги, которые касаются, на мой взгляд, основные услуги, с которыми нужно начинать. Это услуги, связанные с земельными и мышечными отношениями, а также услуги в сфере социально обслуживания. Предоставление различных льгот, принятие по ним решений и так далее. Ну, и прежде всего... А, ну, еще одно направление, которое мы продолжим. У нас есть комплексные услуги. Вот по комплексным услугам... Недавно сами мы проверяли. То есть не все здорово работает. И, вы знаете, в ближайшее время должно быть все-таки внедрено в МФЦ единое заявление, когда можно написать одно заявление и галочка открыть те услуги, которые это должны быть. Вот на наш взгляд, вот здесь, собственно говоря, тоже должны быть соответствующие улучшения, отвечающие интересам заявителям, тоже начать работать. Почему? Потому что так или иначе, когда ты сюда приходишь, приходится представить несколько заявлений, это неудобно. Есть такая комплексность, такая она не в полной мере работает. Она работает с точки зрения, когда ты приходишь и там есть тысячи услуг, ты не ищешь те, которые тебе нужны. Тебе там пожизненная ситуация предлагает набор 10-20 услуг и там что проще. Но, собственно говоря, там, конечно, единое заявление, оно серьезно здесь упростит процедуру и, собственно говоря... Она упростит процедуру для того, кто пришел, для заявителя. Именно так. Именно так. Ну, это же основная задача. Ну, и такой проект на развитие, на котором мы в этом году работаем, это проект МФЦ для бизнеса. Мы тоже его раньше озвучивали, не совсем у нас получилось его решить. В этом году задача стоит его открыть, при этом мы должны его открыть в рамках текущего финансирования. Без привлечения дополнительных средств? Абсолютно. Абсолютно так. А, их просто нет, с одной стороны. А с другой стороны, мы исходим на позиции той, что сегодня можно разрабатывать определенные финансо-экономические схемы, выстроить соответствующие отношения, при которых бизнесу будет выгодно оказывать по факту государственные услуги за свой счет. И мы, как вы знаете, мы такую практику уже вводили. Такой эксперимент у нас сегодня его перенимают другие регионы очень активно. Это так называемые удаленные рабочие места МФЦ. Помните, я рассказывал, да, когда банки, либо строительные компании, страховые компании, другие организации покупают у нас, по факту покупают у нас сотрудникам, организуют длительное рабочее место, встраивают услуги, ну, в данном случае основные услуги, это по регистрации прав в своей бизнес-процессе. Ну, и по факту за свой счет оказывают государственные услуги по регистрации прав, это удобно, заявители от них не нужно никуда ходить, они повышают свой сервис. Ну, и кроме этого, они еще, собственно говоря, определенный доход приносят в МФЦ. На мой взгляд, очень правильная история. Мы сейчас вот здесь смотрим там нечто подобное, подобный механизм. При этом, смотрите, МФЦ для бизнеса мы рассматриваем не только с точки зрения возможности, знаете, так, работать целевой группой представителей бизнеса, либо работать, это с одной стороны, и работать с точки зрения оказания им соответствующих государственных услуг. Мы рассматриваем МФЦ для бизнеса как некий такой хаб, которым будут предоставляться не только не сколько государственные услуги, сколько различные коммерческие услуги и иные услуги, которые будут действительно нужны сегодня представителям бизнеса на разных стадиях жизненного цикла бизнеса. То есть на старте, на развитии, ну и, собственно говоря, там, на выходе из бизнеса. Это вот какие услуги вы имеете в виду? В том числе, грубо говоря, там, ну, вообще вся история началась, вы, наверное, знаете, там, с проектов, которые ведет корпорация развития, там, они определили несколько услуг, когда мы и сегодня в МФЦ не организованы, это так называемый бизнес-навигатор портал, и наши коллеги сегодня в МФЦ помогают с ним работать, когда можно прийти, и, ну, грубо говоря, там, а где, какое имущество сегодня можно там получить в аренду в различных муниципалитетах, в любых регионах. И сегодня наши сотрудники МФЦ могут показать, можно и самому зайти, найти для тех, кто свободно работает с интернет, с порталом, ну, а если нет, то... И там порядок цифр тоже, стоимость аренды есть. Да, там, нет, там, смотрите, они показывают информацию о свободных имуществах, скажем так, об объектах недвижимости, находящихся в государственной либо муниципальной собственности и свободных обратных этих лиц, то есть потенциально тех объектов, которые можно использовать для своих... Или приобрести, если мало ли, оно выставлено. Да, именно так. Соответственно, собственно говоря, там, стоимость у нас сегодня, она же вся... Там не так, ну, там же делается оценка, потом, собственно, определяется начальная максимальная цена, и потом делается аукцион. Но потенциально, если есть объект, и он интересен, то, соответственно, сотрудники МФЦ смогут, помогут запустить процедуру, ну, инициировать процедуру, собственно говоря, там, этого аукциона. Ну, вот такая история. Либо по контактам... Дождите, за эти сведения уже ведь в сети есть сейчас. Нет, они есть, я говорю, это портал бизнес-навигатор, можно прийти к нам, и наши коллеги, собственно говоря... Не все люди могут спокойно в этом бизнес-навигаторе, условно говоря, ориентироваться, да, можно просто по простому человеку прийти в МФЦ, и тебе помогут это сделать. Да, что касается нашей идеи, то мы хотим здесь немножко пойти дальше. Дело в том, что, собственно говоря, когда ты находишь какой-то даже вот здесь объект, нужно, собственно говоря, там, ну, вот это уже оформить, пройти всю процедуру по его получению, и, ну, собственно говоря, нужны юристы, например, которые смогут сопроводить эту сделку, да. И тогда вот наша идея-то в том, что когда ты приходишь, вот такой МФЦ для бизнеса, в том числе и эти услуги ты сможешь получить, вот такой консалтинг, либо юридическая консультация, здесь же на месте никуда не нужно уходить. Вот, на наш взгляд, это удобно. Второй момент, для начинающих предпринимателей, вы все равно знаете, есть у нас различные институты развития, которые помогают составить бизнес-план, разработать сайт, провести обучение, мы тоже считаем, что тоже должны находиться где-то здесь в одном месте, и придя к нам, то есть, ну, грубо говоря, ты можешь получить и эти услуги, и если они предоставляются бесплатно, то, соответственно, там, получить их абсолютно бесплатно. Либо получить там информацию, когда и где их можно получить. Вот мы действительно хотим сделать так, чтобы, там, какие проблемы мы в бизнесе не сталкивались, он знал, куда может здесь, куда прийти, и где, собственно говоря, сможет их, там, а, решить, и, б, собственно, решить их за минимальные деньги. И если эти услуги предоставляются безвозмездно, то, соответственно, получить они всю информацию и, ну, собственно говоря, не переплачивать. А для сотрудников МФЦ, для ваших подчиненных, что, повышение квалификации какой-то потребуется? Нет. Это будут заниматься отдельные какие-то люди? Да, да, да. Мы, о чем, кстати, сегодня еще и исходим. Вот при прочих равных условиях у нас наши сегодня коллеги в МФЦ, они ведут прием и выдачу документов, оказывают консультации, но исключительно мы говорим про государственные муниципальные услуги, они на них и натасканы. Что касается для бизнеса, то с чем столкнулись и почему и появился проект МФЦ для бизнеса? У представителей бизнеса более высокие потребности и, скажем так, некий набор специфических требований по их оказанию. Ну, и исходя из этого, мы сегодня смотрим о том, что сегодня здесь как раз первый вариант это отучивать отдельно наших специалистов, которые будут предоставлять эти услуги, либо искать соприкосновения с бизнесом, например, с теми же банковскими организациями, которые уже в этом направлении работают и, собственно говоря, давать им статус, ну, например, по нормативке у нас это статус привлеченной организации, и уже они, как те, кто с бизнесом работают по тем или иным услугам, мы их, собственно говоря, там, с соглашением, ну, они будут оказывать еще и пол наших услуг вместе с другими, а мы будем контролировать этот процесс в связи с тем, чтобы, ну, собственно говоря, гарантировать и качество, и, ну, собственно говоря, там, законность их оказания и так далее. Вот такая история. То есть еще нам очень важно здесь, мы считаем, что все-таки можем это сделать, найти соприкосновение с бизнесом и сделать так, чтобы бизнес оказывал эти услуги при прочих услугах. То есть к вам в МФЦ обращается бизнес, и бизнес же ему оказывает услуги, но встречаются они благодаря МФЦ? Нет, смотрите, мы вообще смотрели так, например, есть там банк, например, там, иная организация поддержки бизнеса, например, там, наши фонды, либо другие организации. Властная, либо городская. Да, мы прямо на их площадях создаем бизнес, МФЦ для бизнеса, и просто утверждаем перечень услуг, которые они предоставляют, они предоставляют их самостоятельно. Вместе со своими, например, там, они предоставляют услуги по кредитованию, там, еще каким-то услугам. Мы просто говорим, что должны быть еще вот эти услуги, стандарт оказания услуг их должен быть такой, режим работы должен быть такой, работа в такой информационной системе, обязательно системы электронной очереди, комплексные услуги, собственно, переговорки должны быть, обучающий класс и так далее, набор вот таких. То есть, МФЦ для бизнеса, это как бы такой отдельный получается? Да, это отдельный проект, который сегодня выходит, да, именно так, скажем так, за базовую схему МФЦ, которая сегодня существует. Это такая дополнительная опция сегодня к сети МФЦ. С бизнес-обществом эта тема обсуждается? Она обсуждается. Что они высказывают? Нет, у нас очень здесь близкие соприкосновения, хорошее соприкосновение с торгово-промышленной палатой, и мы рассматриваем вариант создания, в том числе, на их базе, да. Но здесь у нас вопрос стоит в том, что у нас сегодня, ну, в этом случае тогда должны возникнуть дополнительные расходные обязательства у МФЦ, которых у нас в нас в настоящее время нет, и мы, собственно, понести не можем. Но вместе с этим, собственно говоря, эту идею тоже прорабатываем. Ну, грубо говоря, торгово-промышленная палата, а, поддержат, б, заинтересована, вы, собственно говоря, хотите, чтобы мы разместились у них, но мы, собственно говоря, сейчас не имеем со своей стороны финансовых ресурсов для того, чтобы это сделать. Второе направление. Мы точно так же работаем сегодня с различными финансовыми организациями, делаем им соответствующие предложения, предварительно прорабатываем вопрос, есть положительные отклики, ну и, собственно говоря, как только их получим, то некую там конкурсную историю, некую конкурсную процедуру проведем. Этот год? Да, да. Ставите задачу уже в этом году? Вообще, задача, на самом деле, я хочу сделать 1 сентября. 1 сентября. Ну, достаточно, ну, такой амбициозный. Ну, он должен. Это некая фишка, которая, в принципе, она назрела, а бизнес просит. И, на мой взгляд, вот, то есть, если бы есть финансирование, мы можем сделать это там достаточно быстро. Ну, здесь затрудняется тем, что, как вот мы сейчас еще пройдем с вами по фото-видео фиксации, на мой взгляд, сегодня есть проекты, которые можно и нужно реализовывать без привлечения бюджетных средств. На мой взгляд, если это получается, то в этом пути нужно идти. Вот мы про фото-видео фиксацию упомянули, давайте опрос озвучим, перед тем, как уйдем на рекламу. У нас, да, у нас опрос, кстати, опять же, как всегда, очень простой. То есть, устанавливать в кировских парках, в парках, фото- и видеокамеры для фиксации нарушений, об этом очень много говорят, да? Там же у нас, как всегда, находятся любители что-нибудь сломать. И два варианта ответа нужно устанавливать, и второй вариант не нужно устанавливать. Голосовать можете, как обычно, на сайте эхокирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Сейчас смотрю на предварительные результаты, и, собственно, и там, и там, с большим отрывом лидирует вариант ответа нужно устанавливать там камеры фиксации. Прервемся и скоро продолжим нашу беседу. Мы продолжаем разговор с Александром Зориным, исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Переходим немножко в другую тему, в другое русло. Я напомню нашим слушателям о том, что в прошлую среду у нас в гостях здесь в программе «Урбан» был замначальник категор управления по Первомайскому району Николай Большаков. И там мы поднимали тему наличия или отсутствия камер наблюдения в общественных местах, в первую очередь в парках, скверах, во дворах. В местах массовой отдых и во дворах. Это понятно, что вопросы безопасности, да, и в этом вся суть. Александр Владимирович, хочется поинтересоваться у вас как у профильного ведомства, руководителя профильного ведомства. Что у нас, как дела сейчас обстоят с отслеживанием происходящего на таких массовых пространствах? Ну, смотрите, на самом деле хочу сказать, что на несколько аспектов остановится. Первое. Система ситуационного видеонаблюдения, как и система фиксации правонарушения, это неотъемлемая часть правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». Вы знаете, что в настоящее время соответствующее мероприятие по развитию этой системы мы проводим. Причем хочу отметить, что раньше исключительно АПК «Безопасный город» это были проекты, связанные вот как раз по этим двум направлениям. Что хочу сказать, в настоящее время в Киевской области у нас более 130 камер сонно-видеонаблюдения. Они установлены... Это вообще все. По всей области, да? Да, это камеры сонно-видеонаблюдения. Они расположены на местах массового скопления граждан. Вот совсем буквально недавно мы, ну на прошлой неделе, мы восстановили работоспособность, увеличили количество камер на автовокзале. То есть сегодня сигнал с камер видеонаблюдения передается непосредственно к нам, а дальше, собственно говоря, там проохранительные органы. Вот. В дальнейшем мы планируем работу провести, ну если получится, то уже в этом году. Это по передаче сигналов, которые фиксируются камерами видеонаблюдения на железнодорожном вокзале. Возможно, даже посмотрим, если сможем увеличить их группировку, и сигнал будет передаваться, соответственно, к нам в наше подвесное учреждение. В дальнейшем будут передаваться точно так же правоохранительные органы. А пока они там, внутри, да? Да, да, да. У себя только на ЖД вокзале. Да, 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 да. Эта информация получилась. Транспортная милиция. В какие направления здесь еще мы смотрим? Ну, то есть, понятно, собственно говоря, что развивать группировку камер с ситуационным видеонаблюдением нужно. С одной стороны. С другой стороны, нужно модернизировать, или не так даже скажу, но нужно внедрять новое программно-аппаратное средство, которое в том числе будут, ну, такие, прежде всего, там, смарт-программные обеспечения, которые будут позволять нам, в том числе, ну, например, там, идентифицировать личность и, собственно говоря, там... То есть расширение функционала, собственно, этого оборудования. Да, 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 да. Здесь мы тоже прорабатываем, есть ряд подходов, но хочу сразу сказать, что здесь мы сталкиваемся на настоящее время с определенными ограничениями финансового плана, но, собственно говоря, в этом направлении смотрим. Мы ищем более дешевое решение, но при этом, которое позволяло этот функционал реализовывать. Ну, вот, по секционному наблюдению, скажу кратко, то есть если... А парки? Ну, в парках частично, я говорю, они установлены. Еще раз хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, наверное, в недостаточном количестве. При этом хочу посмотреть, что мы сегодня делаем, кто же по какому пути идем. Первый вариант, это, собственно говоря, там, составить всю карту, где они должны там стоять, и, соответственно, закупить оборудование, предусмотреть его в региональном бюджете, закупить оборудование, либо там в муниципальном бюджете закупить оборудование. У нас все-таки с точки зрения реализации ПК «Безопасный город», основной, конечно, акцент должен делаться там на муниципальные бюджеты, это по концепции построения ПК «Безопасного города». Но, тем не менее, сегодня ответственным за реализацию этого проекта является наше министерство, и как средства выделяются как в нашем бюджете, так и в муниципальных бюджетах. Но при этом хочу сказать, и в том или ином случае их недостаточно. Вот какой вариант решения мы здесь видим? А там какой порядок цифр, простите? Ну, абсолютно разные. Сегодня есть там камеры от 2,5 тысяч рублей, есть 100 плюс и, соответственно, так далее. 2,5 камеры это, собственно говоря, какие-то домашние текущие задачи снять в магазине и поставить. Но что мы смотрим? Мы сегодня смотрим работу по, скажем, результатам, которые должны быть следующие. Сегодня у наших хозяйств субъектов большого количества есть эти камеры видеонаблюдения уже установлены. Мы сегодня, грубо говоря, прорабатываем вопрос организационно-технического нормативного плана, который позволили бы нам их информацию, которую они снимают, направлять ее на наши вычислительные ресурсы и, соответственно, ее обрабатывать и в дальнейшем предоставлять ее правоохранительным органам. А вот как раз хотел задать такой вопрос, да, есть ли планы интегрировать, собственно, вот эти частные извлечения. На наш взгляд, это, собственно говоря, основное направление сегодня по развитию АПК «Безопасный город», которое при прочих и равных условиях бы позволило сегодня увеличить по факту группировку камеры в виде видеонаблюдения, ситуационного видеонаблюдения и, собственно говоря, без привлечения бюджетных средств. Еще раз, здесь ряд, есть технических и организационных ограничений, которые сегодня мы видим, нормативных ограничений, но, собственно говоря, этот вопрос сейчас не скажу, что мы его решили, мы его прорабатываем. Вот, честно говоря, там, тоже одна из основных задач, которая сегодня поставлена перед моим подведомственным учреждением, либо ребята ее работают, но вот к концу июля должны определенные подходы сделать, и мы можем вам, собственно говоря, потом об этом рассказать. Еще раз хочу сказать, подчеркну, что, несмотря на то, что здесь финансирование достаточно ограничено, еще раз мы ищем, ставим перед собой задачу эту группировку увеличить за счет как раз небюджетных по факту источников финансирования. Давайте вот дадим конкретный совет простым жителям, которые беспокоятся за свое имущество, за свой двор, за сохранность того же автомобиля. С чего начинать? Купить комплекс видеофиксации? Ну, сегодня, смотрите, у нас... Видеокамеры? Ну, да, сегодня есть достаточно... Ну, в принципе, реклама, как это сделать, ее достаточно сегодня в сети интернета. Но точек по продаже, их много вообще. Да, их достаточно много, их могут дать даже операторы связи, которые соответствующие услуги предоставляют. Ну, на мой взгляд, это делать нужно, это достаточно недорого. Вот, ну, собственно говоря, там, ну, вот недавно мои родственники, допустим, поставили как раз камеру у себя на дачных участках. Достаточно удобно и там в режиме онлайн отслеживают там ситуацию, что у них там происходит и удобно. Ну, а те нарекания, которые обычно возникают, что камеры дают довольно некачественную картинку и потом, в принципе, ничего там понять по ним нельзя. Видно, что кто-то что-то делает, а кто-то... Чем дороже, тем качество лучше. Либо это вопрос решаемый, да, вот именно за счет денег, да? Ну, да, то есть, нужно просто покупать более дорогое оборудование, но еще раз, не всегда, собственно, нужно смотреть всегда оптимальное соотношение цена-качество, поэтому нужно обращаться к соответствующим специалистам. Кстати, хочу тоже о чем сказать. Мы сейчас перед своим подведомственным учреждением поставили задачу тоже сформировать полууслуг, в том числе для юридических лиц и для физических лиц при связанных с оснащением их объектов, помещений, ну, грубо говоря, там, камерных фото. То есть, чтобы они могли проконсультировать людей, которые к ним обратятся, да? Отлично. Ну, грубо говоря, мы хотим создать организацию, которая бы точно так же была государственной организацией, выходит на рынок, на условиях, на рыночных условиях, предоставляет свои услуги, ну, и, собственно говоря, чтобы они точно, скажем так, гарантированное качество, и люди знали, что всегда можно за них спросить. То есть, у нас таких услуг не было, сейчас мы с такими услугами тоже будем заходить. Эх, было бы здорово, чтобы людям еще доплачивали хотя бы немножко за то, что они устанавливают видеокамеры, но денег вот не хватает, как обычно. Несколько минут у нас буквально, давайте все-таки о тех камерах, которые у нас фиксируют нарушение правил дорожного движения. Мы знаем, что есть планы увеличивать количество этих камер на дорогах. Группировку. Мне понравилось слово. Увеличивать группировку. Группировку. Давайте проговорим. Да, давайте кратко. Несколько минут? Три минуты, да. Ну, тогда я хочу напомнить первое о следующем. О том, что в прошлом году мы реализовали пилотный проект, в соответствии с которым мы размещали, проводили конкурс на приобретение материалов, в которых был факт фиксации нарушений правил дорожного движения, которые были выявлены автоматическими комплексами фотофиксации. Суть, грубо говоря, в чем заключалась. Потенциальный исполнитель по контракту создавал группировку за счет собственных средств, и мы у него покупали вот эту информацию. Была создана группировка численностью более 40 единиц. Затратный вес составляли более 100 миллионов рублей на тот момент. И по факту эта история сработала. А, конкурс состоялся. Б, мы, собственно говоря, получили фиксацию нарушений ПДД. Значительное количество, соответственно, были вынесены штрафные санкции. Но самое главное, что мы увидели? Мы увидели значительное снижение аварийности на участках, которые были связаны прежде всего с тех ДТП, которые связаны с нарушением скоростного режима. Вы знаете, что самое опасное ДТП с жертвами это при выезде на встречку и с нарушением скорости. Вот это основные упоры, которые мы делаем. И в связи с тем, что, собственно говоря, тот эксперимент у нас получился, сейчас мы отыграли уже долгосрочный контракт на три года, и группировка увеличивается уже. По этому контракту она увеличивается до 70, то есть не менее 50 рубежей должен закрыть. А так 50-70 должен работать. То есть это очень здорово. Приходит современная комплексность. Точно так же по факту бюджет не вкладывается в создание этой группировки, а, грубо говоря, приобретает вот эту информацию. Причем так вот среднее вам хочу сказать. Стоимость информации, которую мы закупаем, составляет примерно 172 рубля, а средняя сумма штрафа... Это за одно письмо счастья, так сказать. Да, 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 именно так. А средняя сумма штрафа, которая с ней поступает, она больше 300 рублей, 320 рублей. То есть, соответственно, а, кисть бьется, б, еще раз мы видим конкретно, прямо такое колоссальное снижение аварийности как на дорогах области, так и в областном центре, связанных именно с нарушением скоростного режима. То есть получается, что все стороны, и тот, кто вложился в покупку камеры, и государство, да, и безопасность повышается, то есть все как бы выигрыши. Да, я еще раз хочу сказать, что на наш взгляд есть и можно, вот этот яркий пример того, что при правильной финансо-экономической и мышечно-правовой конструкции можно найти решение, при котором по факту решается государственная задача, но ее решает частный бизнес. И причем с выгодой для себя, опять же. Ну, скажем так, да. Ну, здесь отвечает прежде всего, конечно, прежде всего отвечает государство, прежде всего отвечает это интересное население. Снижается аварийность, ну, повышается безопасность. Могли бы продолжать, но, увы, время поджимается. Вернее, не хватает его. Спасибо большое, Александр Зорин, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи нашего региона. Николай Голиков. И Владимир Смитанович. Да, через 20 минут слушайте особое мнение. Ведущий сегодня Светлана Занько. И в гостях у нас сегодня впервые новый секретарь общественной палаты Кировской области Александр Александрович Галицкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова